Сегодня у нас, конечно, необычный день И как у человека бывает день рождения, так и у учебного заведения, у школы, тоже есть свой день рождения Вообще, понятие школы, это такое особое понятие, я бы сказал, сакральное, то есть священное понятие Сегодня мы, взрослые люди, понимаем, что нам в школе не дадали Мы сегодня благодарим тех учителей, которые нам дали столько, сколько нужно И в свое время школа, школа жизни Но сегодня мы утратили понятие другое Есть материнская школа, есть отцовская школа, есть школа рода Есть школа своего народа, это история народа Поэтому каждый раз мы находимся в школе Школа это обучение и воспитание И на самом деле человек находится в школе все время Но когда человек перестает заниматься своей душой, своим сердцем Своей волей, своим умом, своим телом Этот человек становится на путь деградации его рождения Величайшие умы человечества Величайшие умы народов Оставили вот эти записи И я вспоминаю, как Амоса, знаменитейший академик, который жил в Киеве Когда он перестал делать в 90-летнем возрасте операции Он записал в дневнике Я чувствую, как я стал деградировать Деградировать Поэтому мы знаем, как только человек перестает заниматься собой Особенно перестает тренировать память Когда не придает значения вниманию Когда мало говорит То речь утрачивается Память исчезает И тогда с таким человеком нечего делать Этому человеку трудно жить в браке Этому человеку жить среди людей сложно И этого человека люди старого пострадятся Сегодня мы как-то снизили понимание, что мы живем в России Мы сегодня начинаем себя ощущать какими-то униженными Это такое печальное состояние И где бы мне не приходилось быть В разных аудиториях Среди правителей, среди руководителей Среди ученых Я вижу вот это состояние такого уныния Я не помню своей жизни уныния Потому что я каждый день ложусь спать и просыпаюсь Я знаю, что я живу в России Ни один народ в мире не имеет такой огромной территории, как мы имеем Ни один народ в мире не имеет столько богатств, природных ресурсов, сколько мы имеем Ни один народ в мире с нами не может сравниться Мы самый талантливый и самый даровитый народ Мы же за тысячу лет, 700 лет защищали свою территорию Потому что каждый народ хочет забрать часть нашей территории Наша территория не пустыня Сахара Как в Китае есть пустыня Гоби Но наша территория обладает 80% всех природных ресурсов, которые есть в мире Вся таблица Менделеева Поэтому мы знаем, что все хотят забрать нашу территорию Присоединить ее к своей территории Но так Бог попустил, что дал нам эту территорию Мы ее ни у кого не отняли Мы никого не завоевали Мы никого не обидели Эта территория по праву принадлежит нам Мы ее осваиваем И Господь нам дал ее в управление В организацию Вот это очень важный момент Я культурю Поэтому сегодня уныние у меня может иметь место только от одного Что мы мало любим свою мать Родину России Мы мало готовим себя для того, чтобы служить матери Родине России И к великому сожалению За эти 28 лет 30 миллионов человек покинули Россию Уехали за границу и живут за границей Но сегодня я должен вам сказать, что мне приходилось встречаться с внуками первой эмиграции Которые еще до революции уехали за границу И вот эти внуки сказали мне Это было в 88 году в Москве Да, когда вот была такая встреча С первой группой эмигрантов Которых разрешили внукам эмиграции Первые приехать в Москву в 88 году И я по поручению дворянского собрания проводил такую встречу В доме кино, которая проводилась в Москве И вот там я увидел вот этих внуков Тех, кто когда-то уехал и покинул Родину Вынужден был покинуть Родину После революции 17-го года И вот они, потом мы уже трапезу совершали вместе И они мне сказали, что наши деды, бабушки Желают вернуться на Родину И на Родине, здесь, в России Окончить свою земную жизнь Понятие образования Обязывает нас все время говорить об этом Если мы не образованы Если мы не оккультурены Если мы не оздоровлены Если мы не воцерковлены Жизнь такого человека сложится очень печально Чем важна для нас школа? Школа, как я сказал, материнская, отцовская, родовая школа Чем она важна для нас? Она важна для нас, что она может много исправить У нас чего-то нет Она может нам додать Если у нас есть что-то вредное Или нам не нужное Она может исправить Вот это начало Додать нам что-то Исправить Даже излечить что-то И подготовить для будущей взрослой жизни Что такое вообще школа? Школа, это подготовка детей Для будущей взрослой жизни Вот это самое главное Поэтому, кроме предметов Которые идут по стандарту образования Должны быть предметы еще Которые касаются Чтобы развить наши руки Чтобы развить нашу память Чтобы развить наше внимание Чтобы поставить голос и слух Чтобы поставить речь Чтобы поставить рассуждение Чтобы поставить понимание Чтобы поставить творчество Чтобы поставить терпение Терпение и труд, суфи и труд Такая была поговорка И, конечно, поставить служение Если школа не сделала этого То все бесполезно Потом уже в профессиональном образовании будет что-то не хватать и, конечно, не будет хватать этого в брачно-семейной жизни. Поэтому сегодня у нас есть дополнение к обычному стандарту государственному, который дает всем школам наше Министерство образования Российской Федерации. Что у нас есть дополнительного? У нас есть дополнительный православный компонент, православное начало, православное дополнение. Поэтому сегодня мы, только с вами находясь в пространстве православия, мы можем сказать сегодня, что без морали, по Богу, без нравственности, по Богу, без духовности, по Богу, Россия не встанет и не займет свое положение то, которое оно должно занимать в мире среди других народов. Если не будет морали, нравственности и духовности, то не получится отношения между людьми, не получится наше отношение к браке, браки будут распадаться, не получится наше отношение с природной средой, мы ее разрушим. И, конечно, мы погубим святое имя для нас, Матери и Родины нашей России. Поэтому сегодня мы говорим, что мы находимся в исключительно отличном от других учебных заведений положении, и сегодня нужно этим воспользоваться. Нужно, чтобы три категории людей, которые находятся в системе школы, обязательно овладели православием. Это учителя, это родители и, конечно, дети. Если учителя и родители не будут православными, не будут знать Бога, не будут знать, как жить на земле, не будут обладать моральными, нравственными и духовными качествами, мы детям ничего не сможем дать. Дети берут с нас пример. Взрослые для детей – Боги. Взрослые для детей – Боги. И когда дети видят, как родители ссорятся, как родители кого-то осуждают, как сами учителя не знают молитв, сами учителя не ходят в церковь, тогда детям нашим с кого брать пример? Например, вот о чем идет разговор. И вот сегодня на нашей территории, на нашей территории, в которой мы находимся, нам еще есть одно дополнение. Мы знаем, что есть православная гимназия имени святого апостола Луки. Но Лука не закончил свою жизнь в Семеново. Они просто взяли имя Луки, апостола Луки. А мы с вами находимся на той территории, на которой окончил жизнь Александр Невский. Он здесь был, мы знаем, что он здесь был. Он сделал, здесь его брат был, здесь его сын был. Все реально. Вот это для нас важно. Итак, что для нас сегодня важно? Важно прийти в церковь. Я обращаюсь в первую очередь к родителям и учителям. Почему это важно? Только человек, который пришел в церковь, знает, как произошел этот мир. Только человек, который пришел в церковь, знает, кто сотворил этот мир. Ни один ученый, даже лауреаты Нобелевской пьемии, никто не может ответить на вопрос, откуда взялась живая клетка. Откуда взялось такое количество живых существ. Никто не ответит, что такое жизнь. Никто нам не ответит на то, как мог появиться на земле такое удивительное существо человек. Сегодня ученые, писатели, поэты, правители не знают, откуда появилось имя человека. И только из Библии мы узнаем от Бога, который говорит, сотворил человека по образу и подобию нашему. Никто на это не обращает внимания. Поэтому сегодня мы, придя в церковь, мы знаем, как произошел этот мир, как Бог сотворил этот мир, какие дни творения и что, когда Он сотворил. И мы знаем апофеоз этого творения. Это творение человека. Мы знаем, что мы, как люди сегодня, не подобны даже тому, какими были Адам и Ева до греха падения. Цель Бога, каждого из нас привести в совершенное состояние. Бог так и говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенно есть. Бог сам это говорит. Цель Бога, каждого из нас привести в совершенное состояние. Что такое совершенное состояние для человека? Совершенное состояние для человека это стать святым. Совершенное состояние для человека стать духовным. А что сегодня у нас, какая цель человека на земле? Стать профессионалом. Стать кузнецом, стать бухгалтером. Неужели мы родились для того, чтобы стать бухгалтером? Неужели мы с вами родились, чтобы быть финансистами или экономистами? Неужели мы родились для того, чтобы работать на химических заводах? Конечно, не для этого. Это сделало государство, которое рассталось с Богом, перестало Богу служить и стало уничтожать природную среду, уникальную планетой Земля, живой планетой Земля, которую Бог сотворил. Сегодня речь уже идет не о том, чтобы нам выбрать профессию. Сегодня речь идет о том, как нам очистить святую реку Волгу. Волга на наших глазах исчезает. Как исчезла уже Узола, как исчезла Ветлуга. И вот это дети, вот это дети, ваше дело вы. Вы должны вырасти и очистить эти реки. Вы должны их привести в рабочее состояние. И вы должны знать, что Ветлуга была судоходная река. У Зола была судоходная река. Держинис была судоходная река. Это все нужно привести в состояние нормального. Если мы будем иметь завод в Золожье, и вот этот завод, который есть, нам дышать нечем будет. Мы сегодня радуемся, когда работают заводы. На самом деле отравление воздуха, этот воздух отравленный, доходит даже до городца. Поэтому эти химические заводы, фабрики, это ужасно. Человек не должен так жить. Но мы опять же, мы с вами отличаемся опять от Нижнего Новгорода, от Москвы. И я, как житель Москвы, как родившийся в Москве человек, ни за какие деньги в Москву уже не вернусь. Я не хочу даже служить и жить в Нижнем Новгороде. Я благодарю Бога, что я живу здесь, потому что я хочу жить в природной среде. И чем дальше мы едем по нашей епархии, это 35 тысяч квадратных километров, тем больше душа моя радуется. Потому что у нас есть даже районы, где даже газа нет. Газа нет. Слава Богу. Сегодня мы должны научиться жить в природной среде. Должны иметь свои огороды. Должны знать, как работать на земле. Как, чтобы заниматься землей, чтобы она нам давала плоды свои. Нам сегодня нужно стать здоровыми. Если мы будем покупать все в магазине, мы детей наших здоровыми никогда не сделаем. Мы должны питаться своими продуктами. Вот это очень важно. Я желаю Марии Александровне, чтобы у школы были свои огороды. И чтобы дети сами все здесь выращивали, заготавливали на год. И чтобы здесь дети употребляли здоровую, нормальную пищу. Капусту, свеклу. Свекольный сок должен быть каждый день. Дети должны пить каждый день. Свекольный сок каждый день. Тогда у них будут чистые сосуды. Они будут чистыми людьми. Поэтому сегодня отца нашей гимназии православной, которая носит имя Александра Невского, одного из самых славных сыновей нашей матери Родины России, мы должны очень многое получить и взять. Мы можем сказать с вами, что Александр Невский ходил к зубному врачу и лечил зубы. Но, наверное, нет, правда. Мы можем сказать, что Александр Невский ходил в поликлинику. Но, конечно, нет. Если бы у него желудок болел, если бы у него болела печень, если бы он употреблял спиртные напитки, наверное, он бы не был таким человеком. Поэтому для нас сегодня именно имя Александра Невского, именно жизнь Александра Невского становится эталоном и примером. И для родителей, и для учителей, и для наших правителей. Александр Невский поистине эталон. Вот какое имя носит наша православная гимназия. Все его слава, Александра Невского, как воина, как дипломат, как князь защитника людей, как семьянина. Это просто для нас величайший пример. Защитник церкви. Все, что мы только можем иметь лучшего после нашей системы образования, в каждом из нас, все имел Александр Невский, хотя в школу не ходил, в такую школу, как мы по Японии ходили. Вот это удивительно совершенно. Но это просто удивительнейший какой-то ребенок из рода Романовых. Это просто удивительно. И на этом ребенке почила благодать Божья. И мы счастливы, что такой человек жил в России. Такой человек жил на Руси. Человек такой был в управлении нашим народом. Мы счастливы от того, что мы имеем такое имя в нашей славной истории. Поэтому сегодня, я думаю, в нашей гимназии еще много нужно понять, осознать что-то. Что-то ввести в наш образовательный процесс, в дополнительное образование. Учителям нужно много размышлять, родителям. Если родители и учителя не будут мощно и глубоко заниматься детьми, мы упустим наших детей. Упустим. Ну а к детям, обращаясь, я хочу вам сказать детям. Сейчас вы очень многое не понимаете. Сейчас вы многому не придаёте значения. Нужно всему придавать значение. Даже когда вы кусочек хлеба откусили, и он попал в вашу полость рта, то нужно кусочек хлеба минимум 25 раз пережевать. 25 раз минимум. А японцы, каждый кусочек, который попадает к ним в уста, или мы говорим в рот, они пережевывают 60 раз. 60 раз. Каждый кусочек. Вот так они относятся к пище, которая потом пойдёт в наш организм, и вот за счёт этой пищи живёт наше тело. Поэтому сегодня я желал бы, чтобы вы думали о том, как в вашей сложится взрослая жизнь. Я хотел бы, чтобы у вас хорошие были браки, чтобы вы вступили хорошо в брак, и ваша брачная жизнь сложилась. Я желал бы, чтобы вы рожали очень много детей, очень много. Я желал бы, чтобы вы брали пример с вашей директрисы, которая посвятила этому много времени, фактически не имея отпуска по беременности и по родам. Она рожала детей и служила детям, служила ученикам и служила нашим народам. Поэтому сегодня нам много нужно сделать, и сегодня всех нас поздравляю с этим праздником великим, с великим событием, дня нашей школы, дня гимназии. Еще раз обращаюсь к учителям, к родителям, к благотворителям. Я их очень благодарю за то, что они время от времени пока помогают в школе. И, конечно, к детям обращаюсь, чтобы мы помнили о том, что у нас есть Александр Невский, наш заступник, и еще есть Федоровская икона, может, Матери, царская икона, царская икона. Все время к ней обращайтесь, потому что она просто тоже из городца. И еще одну тайну маленькую открою. Несколько лет назад одна моя знакомая женщина мне сказала, что она увидела во сне Александра Невского. Он пришел к ней во сне и сказал ей, «Почему вы ко мне так мало обращаетесь?» Я говорю, что очень много могу вам помогать. Кто же управляет нашей Матерью Родиной России и нашим народом? Я каждый день себе задаю вопросы. Президенты меняются, премьер-министры меняются. А кто же нами управляет? Я пришел к выводу, что Россией управляет игумен землерусской Сергий Радонежский. И еще нами управляет князь наш, великий князь Александр Невский. Вот эти два человека явно ведут нашу Россию. А за Александра Невского все полководцы. Надеемова, Суворовы. Вот. Поэтому сегодня, я думаю, что мы прикасаемся с вами к великой тайне. Ни одна школа, ученики, родители, учителя ни одной школы не могут знать такой тайны. Я думаю, вот с этой тайной мы пойдем с вами на концерт. Спасибо.